Бывший президент США Дональд Трамп может уже 14 ноября объявить о намерении баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. Дата громкого заявления зависит от того, как пройдут предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. Голосование назначено на 7 ноября и ожидается, что республиканская партия одержит убедительную победу. Если так, то на волне этого успеха экс-президент красиво выступит с обещанием вернуться в Белый дом. Что изменится, если Трамп вновь окажется в кресле самого влиятельного политика на планете? Вашингтон-Пост пишет, что с высокой долей вероятности он сократит или прекратит участие в международных операциях по обеспечению безопасности и, возможно, завершит поставки оружия и амуниции в Украину. Если, конечно, к тому времени еще не закончится война. К нам в прямом эфире присоединяется Дэвид Рэмник, редактор Нью-Йоркера, культового вообще издания. И Дэвид Рэмник культовый журналист. И я очень рада вас видеть. Здравствуйте. Я знаю, что Дэвид говорит по-русски, но немножко скромничает, поэтому вопросы я буду задавать на русском языке. Пожалуйста. А Дэвид будет отвечать на английском, и, собственно, с нами наш бесценный переводчик тоже на связи. Итак, Дэвид, очевидный вопрос. По вашим ощущениям, насколько реалистичен прогноз о том, что Трамп объявляет об участии в гонке и выигрывает на предстоящих выборах? Ну, естественно, пока что во вторник у нас промежуточные выборы. И в какой-то мере это будет то, что у нас называется «красная волна». То есть республиканцы, которые сейчас не у власти, поддержат победу. Насколько убедительной будет эта победа, это пока вопрос. Но в одном можно быть уверенным. Трамп объявит это как победу. Выиграет он, проиграет. В любом случае он объявит, что он победил. И я бы сейчас хотел вас предупредить. Ходят слухи, пока что это только слухи, что он скажет, что он собирается баллотироваться в президенты. Это, конечно, будет катастрофа, если он победит. Катастрофа для США, катастрофа для всего мира, катастрофа для демократии. Но я бы сказал вашим зрителям так. Если республиканцы и одержат победу на промежуточных выборах в той или иной степени, это не значит, что Трамп гарантированно станет следующим президентом США. Понятно, что демократическая партия может быть чем-то слаба. Понятно, что Джо Байден уже в годах. Тем не менее, нельзя сказать, что Трамп, безусловно, популярен среди республиканцев. И посмотрим, как будут дальше складываться события. Если Дональд Трамп становится главным лицом вновь, да, главным лицом Соединенных Штатов Америки, то верны ли выводы некоторых экспертов, которые считают, что он, руководствуясь вот этим слоганом «Америка» прежде всего, что он выйдет из разных операций, оставит Украину вообще в одиночестве, прекратит поставки вооружений и вот как-то так, значит, ну, выполнит фактически то, что хотел бы увидеть Владимир Путин? Я думаю, если бы я был украинским народом, я бы, конечно, очень переживал по поводу перспективы того, что Трамп может стать президентом. Но, как я уже сказал, это в любом случае через два года, выборы через два года. У него уже сейчас появились сильные соперники в республиканской партии Рон де Сантис из Флориды, например. Например, пока что, мне кажется, пока что будет интересно посмотреть, что у республиканцев получится в Сенате и в Конгрессе с точки зрения политического давления в отношении войны в Украине. Почему республиканцы покажут хороший результат во вторник? Не благодаря Трампу или Байдену. Они покажут хороший результат, потому что у нас сейчас инфляция 8% для США, в последние годы это очень много. Они покажут хороший результат, потому что люди думают, что страну захватила преступность. То есть это такие бытовые трудности, которые люди обсуждают на кухне. У меня сейчас коллеги, журналисты «На дожде», «Медузе» и другие представители независимой прессы, которая вещает на русском языке. Они часами рассуждают о войне между Россией и Украиной, о судьбах демократии, особенно на Западе. Но избирателя в США волнует не это, республиканцев волнует не это. И победа во вторник будет связана не с этим. Возьмем, например, выборы в Израиле. Как, так сказать, выборы предшественники выборов в США. Том Фридман сегодня высказывался на эту тему. Представим себе, если бы Дональд Трамп, скажем, победил бы на выборах, и его администрация состояла бы из самых ужасных людей. Как, например, сейчас Нитаньяху вернулся, и он крайне правых политиков себе отберет в кабинет. Вот это предостережение — это то, что может ждать американский народ в 2024 году. Мне кажется, в 2024 году Трамп будет намного хуже, чем он был в 2016 году. С 2016 по 2020 — это будет еще более радикальный Трамп, наполненный злобой, наполненный мстительностью, авторитарной. И готовый ассоциировать себя с авторитарными лидерами по всему миру, в том числе с Владимиром Владимировичем. Ну, ему плевать, это понятно. Но все-таки, Дэвид, как вы считаете, Трамп и Путин, они дружат? Они, ну как, ну что их связывает? То есть это, есть ли у них человеческий фактор, не окей, что-то между ними было или нет, на ваш взгляд? Ну, знаете, я четыре года жил в Москве. Это было в конце той эпохи, когда существовало такое понятие, как кремлинология. Но в те времена можно было взять интервью кого-то из российских лидеров, поговорить с Горбачевым, с Ельцином, с членами Политбюро, с министрами в российском правительстве. И можно было предложить рациональную оценку российского руководства. Но сейчас в наших условиях это уже невозможно. Вы спрашиваете про отношения между Трампом и Путиным. Но это же два человека абсолютно с неустойчивой психикой на всех уровнях. Это люди, которые существуют изолированно в своем коконе, информационном коконе. Они живут в узком круге советников, и это абсолютно непрозрачная, непроницаемая ситуация. Сравнить это с тем, что было во времена Обамы, Горбачева и Ельцина в начале его политической карьеры. Поэтому мне очень не нравится, когда журналисты или бывшие чиновники, бывшие политики начинают рассуждать таким образом на разных телепрограммах, и они делают вид, что они знают что-то такое, чего они на самом деле не знают. Мне кажется, что если Путин будет полезен чем-то Трампу, Трамп будет его использовать. Нет, нет. Для него важен он сам, его собственная репутация, власть и так далее. И для него не важны ценности, так как мы с вами их понимаем. Другие вещи для него не важны. Для него чистый расчет во всем, личный подход и полная импровизация. Дэвид, наверное, в завершение я задам сложный вопрос, но попробуем как-то его просто воспринятие на него однозначно, не знаю, удастся ли ответить. Тем не менее, Джозеф Байден, несет ли он ответственность за то, что Трамп снова готовится, обладая большой популярностью, не скажу, что она, и вы это упомянули, да, что она там, значит, гигантская, да, но тем не менее, все-таки несет ли господин Байден ответственность за то, что такой провал у демократов, серьезный провал, и что Дональд Трамп уже почти, значит, подъехал на своем лимузине к овальному кабинету? Ну, мне кажется, что Джо Байден... Во многом мы будем оглядываться на эпоху Джо Байдена в исторической перспективе, и будем думать, что это был... И мы будем думать, что самый важный момент в президентстве Джо Байдена, это когда он победил Дональда Трампа. То есть его главная победа осталась уже в прошлом. То, что он стал президентом, было его главной победой. Он выгнал Трампа из овального кабинета. Он остановил падение демократии, этот распад демократии — это важное достижение. Конечно, у него есть слабые стороны и какие-то личностные недостатки и так далее. 8% инфляция — это все-таки рощерком пера не уберешь. Байден сделал, что мог с этим. Я считаю, что тут нужно отдать ему должное. Он все-таки очень постарался. Он восстановил НАТО. Он поддержал Украину и в то же время не начал Третью мировую с России. Для этого требуются очень большие дипломатические усилия, большое дипломатическое мастерство. Тут нужно отдать ему должное. С другой стороны, понятно, что он уже человек в возрасте, и он намного старше, чем, скажем, Рональд Рейган был, когда заканчивал свое президентство. И это делает его уязвимым в глазах публики. Понятно, что Трамп тоже не юноша, мягко скажем. Поэтому я думаю, если республиканцы во вторник победят с большим перевесом, политическая дискуссия в США будет уже не вокруг кандидатуры Дональда Трампа, а вокруг будущего Байдена. Будет ли Байден баллотироваться на следующих выборах или нет? И если нет, то тогда кто из демократов мог бы победить Трампа? Выбрать подходящего человека не очень легко. Знаете, когда играют в баскетбол, на скамейке сидят запасные игроки. Нужно посмотреть, кто у тебя есть на скамейке. Сейчас определить такого человека будет очень сложно. Кто со стороны демократов был бы сильным кандидатом, который смог бы победить Трампа? Это очень важный вопрос, и он пока остается без ответа. А на кого ставит Дэвид Рэмник? Вы бы за кого проголосовали? Со скамейки запасных? Ну, нет, я такими вещами не занимаюсь. Я Камала Харрис, вице-президент. Да, но не совсем. Есть кандидат такой Пит Бутеджедж. Очень образованный, гей, умный. Он сейчас министр транспорта. Я не знаю, получится из него достойный кандидат или нет. Как он против Трампа выступит, не знаю. Да, я вас поняла. Я думаю, что просто будут судорожные поиски достойного кандидата. Очень интересно, когда настоящая демократия и так много разных непредсказуемых сценариев у нас так не бывает. Так давно-давно уже не бывает. Ну что ж, мы поэтому внимательно будем следить за выборами в Соединенных Штатах. И обязательно в следующую среду, это будет следующий день после выборов, во вторник Америка Седьмого голосует. На следующий день я как раз веду новости, буду рассказывать, собственно, зрителям Дождя о том, что происходит. Надеюсь, с вами еще неоднократно увидится в эфире. Дэвид, огромное вам спасибо, что нашли возможность. Это Дэвид Ремник, редактор «Нью-Йоркера», который присоединялся к нам в прямом эфире. И, между прочим, вот только что пришло сообщение о том, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев с необъявленным визитом. В пятницу это сегодня посетил Киев с необъявленным визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.